На связи снова Виктор Медведев, руководитель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ «Репетиторская империя». И мы продолжаем череду разбора заданий части 2 по обществознанию. Напоминаю, что часть 2 является самой сложной и это тот участок, где ребята теряют больше всего баллов. И вот задания по праву. Право это, конечно, лидер вообще по своей каверзности, по своим подводным камням и по той глубине знаний, которую спрашивают. Ну и как человек, который закончил юрфак с красным дипломом, скажу, что некоторые задания, которые попадаются на ЕГЭ, они близки ко второму-третьему курсу юридического факультета. Вот. И базовых знаний, базовых определений, к сожалению, там не всегда достаточно. Вот, например, одно из таких заданий, которое встретилось в новом сборнике. Укажите и проиллюстрируйте примерами любые три признака правонарушения. Если вы возьмете какой-нибудь справочник или учебник, или, там, не знаю, даже загуглите в интернете, вы найдете классическое определение правонарушения, да, под которым у нас понимается, что это общественно опасное, виновное деяние, которое предусматривает за собой юридическую ответственность, да. Но как же это все продемонстрировать примерами? Мы даже можем обратиться к презентации, да, на которых строятся занятия у нас в центре. И вот мы здесь увидим, что правонарушение – это действительно общественно опасное, виновное деяние, которое противоречит нормам права и влечет за собой юридическую ответственность. И вот здесь есть даже признаки – это виновное деяние, это противоправное деяние, это акт поведения человека, это общественная опасность. Поэтому мы можем эти признаки прямо здесь и написать, да, то есть мы можем написать, ну, здесь, например, то, что это деяние, то, что это противоправность. И мы можем сказать, что оно виновное, виновность, общественная опасность влечет юридическую ответственность. Юридическую ответственность. То есть, предположим, вы прекрасно выучили определение правонарушения, о том, что это противоправное деяние, виновное, которое несет общественную опасность, влечет за собой юридическую ответственность, и написали все это в ЕГЭ. И за такой ответ, согласно критериям, вы получите всего лишь 0 баллов. Представляете, да, всю несправедливость. То есть, кто-то напишет ничего, то есть, ничего не напишет пустой лист, а вы, молодец, выучили определение, разобрали, написали 5 признаков правонарушения и получили тоже 0 баллов. А почему? А потому, что нужно каждый из этих признаков проиллюстрировать примером, и это задание проверять. Насколько вы умеете связывать выученную теорию с реальной жизнью. Поэтому мало учить. Нужно все примеры. Вот мы в центре, например, когда разбираем презентацию, мы на каждый пункт тратим большое время. Мы разбираем пример, мы говорим, что такое правонарушение, из каких составов оно состоит, какие виды бывают. То есть, все это мы подробно разбираем. Естественно, приводим примеры. Итак, что такое деяние? Деяние говорит о том, что оно может быть совершено, что это волевой акт человека. Оно может быть совершено как в форме действия, так и в форме бездействия. Например, так и пишем. Правонарушение может быть совершено в форме действия. Например, гражданин С украл сумку в магазине. То есть, мы показываем вот это вот действие. То есть, то деяние, которое было совершено. Дальше противоправность. Возьмем какое-нибудь административное правонарушение, переход дороги в неположенном месте. Так и пишем. Переход дороги в неположенном месте нарушает правила дорожного движения. Здесь уже не будем писать правила дорожного движения. Здесь мы показываем, в чем противоправность, какие правила, против каких правил у нас идет это правонарушение. Виновность. Виновность это один из элементов правонарушения, которое у нас бывает либо в форме умысла, когда человек умышленно, когда он предвидел те последствия, которые могут наступить и желал наступления этих последствий, либо в форме неосторожности, когда он либо не предвидел, либо не желал наступления общественно опасных последствий. Но тем не менее. Давайте возьмем, например, умысел. И напишем. Гражданин П, действуя с прямым умыслом, совершил убийство гражданки С. С, осознавая последствия, да, то есть мы показываем то, что мы знаем формой вины. Действуя с прямым умыслом, совершил убийство гражданки С. Общественно опасность. Что это значит, общественно опасность? Это значит, что когда человек совершает преступление, либо какой-то проступок, этот наносит обществу какой-либо причиняет общественным отношениям. Посягает на общественные отношения, наносит им какую-либо общественную опасность, если мы говорим о преступлениях, либо общественный вред, если мы говорим об административных правонарушениях. Ну, давайте какое-нибудь возьмем еще преступление. Какое здесь можно взять преступление? Ну, например, дача взятки, да. Гражданин, гражданин Т дал взятку сотруднику полиции, что является общественно опасным деянием, так как подрывает порядок в государстве. Например. Так, это у нас тут ошибка. То есть, мы не просто пишем пример, чтобы эксперт думал, а как же это относится, мы конкретизируем, почему тот или иной пример мы приводим под признак правонарушения. Ну, и увеличивать юридическую ответственность это самое простое. Мы можем сказать, там, гражданка, гражданка, там, L была, ну, там, опоздала на работу. Так, на работу. Ей был объявлен выговор. Ей был объявлен выговор. То есть, она была привлечена к дисциплинарной ответственности. То есть, вот мы показываем правонарушение и не просто показали, мы бы написали, опоздала на работу, ей был объявлен выговор. А мы показали, что мы молодцы, мы знаем, что у нас есть дисциплинарная ответственность. И вот она была к ней привлечена. То есть, вот мы написали пять признаков правонарушения и мы на каждый привели пример. И в этом случае мы, конечно, получаем свои законные прибавы. Даже если бы написали первые три признака деяния противоправности и виновности, мы бы тоже получили три балла. Но мы подстраховались, написали больше, тем самым подробно разобрали тему правонарушения. Это всего лишь одно слово. Да, у нас в праве, а в общесознании этих терминов более четырехсот. Поэтому и юридическая ответственность, и правонарушение, и что тут еще бывает у нас? Ну, много, много всяких терминов. Проступки, преступления, состав. И, конечно же, все это нужно знать. Конечно же, все это нужно знать. И самое главное, уметь провести пример. Потому что знания одной только теории для сдачи ЕГЭ на 80 плюс баллов недостаточно. Обязательно ставьте лайк, если хотите видеть больше таких видео. Жмите на колокольчик. Ну, а если вы еще не с нами, обязательно записывайтесь на курс. С вами был Виктор Медведев. Всего доброго. Увидимся. Увидимся.